Приветствую вас! Исходя из того, что вижу я, могу сказать, к сожалению, что вы, на мой взгляд, склонны собой жертвовать, вот, и склонны как-то вот решать за другого человека. Что ему делать, что ему выбирать, с кем ему быть и так далее. То есть, нет, конечно, с одной стороны хорошо, что вам есть куда идти, что вы можете идти, вот, гораздо хуже было бы, если бы вы не могли никуда идти. Но, с другой стороны, отношения можно гармонизировать с мужем, с игровой, в принципе, тоже. Если разобрать, из чего вы споритесь и в чем здесь проблема. В принципе, такой момент. Так получается, что вы, вот, на стороннем порядке решаете, что вашему мужу будет, ваш муж будет разрываться между вами и сокровью. Ну, вот, хотя он по своей, вот, природе, судя по тому, что вы описываете, достаточно такой инстантильный человек. Вот, то есть, здесь раз, как будто бы, если мы не очень, не очень ладятся отношения и сцены, ну, в игровой это тоже не очень ладятся отношения. Я бы здесь, должны бы это все гармонизировать в той или иной степени для того, чтобы было вам покомфортно. Прямо сейчас здесь, сейчас вы находитесь в позиции жертвы, ну, вот. Почему-то думаете вы, а мы же, а не о себе. А у меня ситуацию вы пытаетесь решать слишком радикально, вот. Это может быть не нужно решать ситуацию радикально, переедем в квартиру, а решение каких-то вопросов. Ведь остаток остался у вас, и этот остаток, он представляет из себя непережитые эмоции. Вот. Вот. И если вы разберетесь со своими эмоциями, непережитыми которые, то вполне вероятно, что ситуация ваша улучшится. Вот. Если, если, конечно, вам этого хочется. То есть, если вы в этом заинтересованы, скажем так. Вот. Если вы в этом не заинтересованы, если вы этого не хотите, то, ну, возможно, имеет смысл. Возможно, имеет смысл даже в меня пытаться. Вот. Вот. Такая вот вторая. Вот. То, что я могу вам ответить на ваш вопрос, который выгодает. Да, все. На счет. Смотри-ка. В чем суть? А мы, как вот психологи, мне даем совет. Вот. Вот. Мы не занимаемся тем, что даем советы. Мы, в общем и всем, помогаем разобраться в себе. Мы помогаем лучше, может быть, себя понять. Это то, что мы делаем. Поэтому, если вы пришли за советом, то я боюсь, что обратились вы немножечко не по адресу. Потому что, как я сказал, советов мы не даем. Вот. Себе разобраться помочь можно, а вот советов мы не даем. Вопрос здесь, он, ну вот, скорее к вам. Какой помощи вы хотите? То есть, то есть, грубо говоря, вы не совсем, допустим, понимаете. Не совсем понимаете. Не совсем понимаете. Да? Как вам в этой ситуации поступать может быть? Вы не совсем, может быть, разобрались в себе, да? В себе, в своих чувствах, в своих переживаниях, в своих эмоциях. Вот. Может быть, вы обижены на прикровочек и как-то вот это вам движет в какой-то степени, да? Вот. Вот. То есть, это тоже такая, не очень, не очень хорошая и приятная мотивация для, ну, формирования поведения вашего. Вот. Поэтому спешить здесь, конечно, не стоит. Вот. Вот. А мужу нужно донести то, что вас не устраивает. Вот. Мужу нужно донести то, что вам не нравится и посмотреть уже на то, как он это будет корректировать, да? И будет ли вообще это корректировать человек. Вот, в принципе, то, что можно вам рассказать. Вот. Ну, просто поймите сами, да? То, что развестись, в принципе, вы успеете всегда. вот это, знаете ли, не трудно, не трудно подвестись. Подвестись вы можете успеть всегда-всегда. Вот. Ну, и важно, конечно, важно, очень важно, чтобы Ваня была где-то ответственность за свои действия, за свои поступки. Вот. Чтобы Ваня была где-то ответственность за свои чувства, потому что за свои чувства отвечаете все же вы и никто другой. т.е. только вы отвечаете за свои чувства, только выотвечаете за uprising, только вы отвечаете за то, что вам, к примеру, не по себе или за то, что, вам, что-то не нравится или за то, что вы чувствуете себя обиженным, к примеру. Вот, то есть это ощущение ваше, и я думаю, что ряд ответственных за их задачу, это ваша задача, когда и если, вот что важно. А когда и если, вы возьмете на себя ответственность, а когда и если, вы разберетесь в том, что вот конкретно вас может задевать, что конкретно вас может напрягать, тогда уже вы сможете более корректно свою позицию продвигать. Понимаете, как такая штука? Шеф, к сожалению, к сожалению, очень подвержена эмоция, и я понимаю, что по-другому быть не может. Одно, мы принимаем решение, основываясь на том, что вы находите сейчас, по эмоциям, но тоже не стоит, потому что подобное решение является не совсем вашим. Подобное решение является не совсем принадлежащим вам. Подобное решение является тем, что вам продиктовано спонтанно. А значит, когда пройдет время, если пройдет время и вы, значит, ну пройдет время, вы будете усилеть о том, что сделали, вы будете усилеть о том, как поступили. Вот, и я об этом не хотел. Кроме того, ну не просто же так, вы выходили замуж, да, и мне кажется, что если вы какие-то числа к своему мужу испытываете, то, как минимум, он мужчина ведет, достоинств какого-то шанса, достоинств того, чтобы иметь возможность сохранить семью. Ну вот, поэтому просто не стоит. Но мне, надо сказать, вот очень подозрительно, очень подозрительно на то, что вы практически без борьбы хотите спасти своего мужа. Ну, спасти его, понятное дело, что как вы думаете, то есть вы думаете, что вы его спасаете, на самом деле, вы убегаете от проблем, потому что вы как-то вот, может быть, у вас есть чувство вины, может быть, вы боитесь, что вас обвиняют, ну, короче, вот куда-то вот туда, куда-то вот в этот фон вы двигаетесь, вот, и мне кажется, что, ну, нельзя сейчас принимать решения, пока вы не определились со своими переживаниями, смыслами, эмоциями, вот и так далее, и так далее. Это совершенно очевидно. Решать, конечно, вам. Дальше. Насколько вы, знаете, своего мужа, то есть я имею ввиду, насколько вы, ну, близки, и близки ли вы вообще, если у вас в полном мире, да, если у вас в полном мире, что-то общее, вот что важно понять для вас. Мне кажется, без этого момента вы, опять же, не сможете для себя до конца прояснить, что делать дальше в этой ситуации. Вот. В общем, в общем, я полагаю, что моя мысль вам достаточно видна, да, она связана с тем, что необходимо разобраться в себе, вам необходимо именно разобраться в том, что вы чувствуете, в том, что вы ощущаете, вот. может быть, несколько лучше понять себя, да, несколько лучше понять свои собственные, вот, переживания, свои собственные эмоции, вот, и тогда уже действовать в том направлении, в котором вы хотите. сейчас выглядит просто как бегство, как истерика, вот, ну, не более того, вот, то есть, то есть, проблемы это не решит, вообще. А, человека вы можете потерять, который вам близок, вот, в игру, в игру, в игру, ну, будет думать, что, что она права, там, вот, в каких-то моментах, да, она будет думать, что, верно, ну, что, наверное, наверное, пути была, и мне, мне, не кажется, что это, там, то, чего вы хотите. думать. Вот. Другой вопрос, насколько вы уверены в себе, насколько вы уверены в себе человек, и насколько вы считаете, что достойны отношений, в которых вы находитесь. то есть, вот, уверены ли вы в себе, да, и не бежите ли вы, от, ну, вот, от, того, что, по вашему мнению, от того, чего, по вашему мнению, вы не достойны. Вот. Очень мне об этом не хотелось, чтобы, за такой вот, грубо говоря, сдачей, позиции, да, вот, находилась, находился, страх, страх, раз, страх перед отношением, страх, страх этих отношений, вот, страх, ну, быть, недостойным, от этих отношений, вот. Вот, меньше всего, мне хотелось бы, чтобы это была ваша история. Вот. Поэтому, убедитесь, убедитесь в том, что вы, не, бежите, именно, да, как, как, как бы, из отношений, да, что вы, именно, совершаете выбор. Вот. Ну, вот так, я думаю, можно, можно вам, ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что, вам это было, полезно. Надеюсь, что, вам это было, интересно. Надеюсь, что, вы, для себя, что-то, новое, обязательно, открыли. Вот. Надеюсь, что, вы, для себя, получили, тысячи, 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 вот. вот. Я вам, в любом, в любом, в любом случае, желаю удачи. Вот. Я надеюсь, что, ваша, что, ваша, ваша, а, ситуация разрешится. Вот. Надеюсь, что, ситуация ваша разрешится, самым лучшим образом. желаю вам, всего вам, всего вам, самого доброго.